Ничего, началась очередная поездка в Голландию. Началась она вчера, но вчера я так посидел дома, а сегодня решил выехать на прогулочку. Доехал до пригородов Амстердама, тут барахолка все не проходила. Это поменьше, чем та, на которой мы были в Утрехте. В принципе, я вообще ничего не нашел, кроме одной из старой жестяной баночки. То есть, тут как повезет прогуляться, посмотрю, что вообще бывает. Достаточно интересно. Интересно, что на этой барахолке в Голландии очень много народов всегда. Причем это далеко не бедные люди, даже судя по одежде. То есть, просто народ, во-первых, увлекается винтажной историей, а во-вторых, народ активно покупает бушные вещи, то есть, самые разные, тут одежда, все что угодно. То есть, европейцы достаточно экономные товарищи, поэтому ни для кого не считается зазорным купить что-то бушное, если оно хорошее и спокойно себе его использовать. То есть, очень много. И здесь, причем, что самое интересное, очень мало иммигрантов, в основном реально местные и среднего возраста. Ну, и молодежь тоже такие бывает. Очень интересно. Кто-то даже ездит с такими вот тележками, которые складывают свои покупки и возят их вот на все барахолки. Вот так. Ну, а я пойду погуляю с пешочком по улице немного. В общем, да, решил прогуляться пешком из городишки Хухдроп. Вот, потому что на юге Амстрадама, ну, южнее Амстрадама. Очень симпатичный тут, кстати. И вот в этом вот спортивном комплексе сзади меня, как раз проходила эта ярмарка, обычно они так и проходят. Не нашел ничего особо путевого, но сейчас зато прогулялся. Я решил попробовать обратно до дома дойти пешком. Не знаю, смогу ли я это сделать. 23 километра пишут. И 5 часов практически. 4-40. Поэтому посмотрю, может прогуляюсь. Интересно просто увидеть что-то новое. Может быть, что-то покажу по дороге. Более хорошая погода. Во-первых, я вижу это куча гусей. Вот такую вот толпу гусей, которые щипят травку. Абсолютно. Без всякого зазрения совести. Как ваши дела, ребят? Вот такая тропиночка вдоль канала. Тут делают утренние пробежки. Совсем другая атмосфера. Вроде бы совсем далеко уехала в Амстрадам. Вот такой спальный район. Тоже малоэтажная застройка. В общем, такая уютная голландская. Такие вот каналы здесь. А как это, ну, такой, может быть, пригород, да. То есть небольшое городишко. А то тут все так более природно. Вдоль канала, не знаю, специально высадили или просто осталось. Ну, как бы такая вот кусочек дикого берега. С одной стороны, он укреплен, кстати, где дорога. А с другой стороны, просто такой берег. Абсолютно утки, звери, птицы. Никаких признаков того, что кто-то за ним ухаживает. Очень так приятно выглядит. Здесь еще можем смотреть тоже. Тоже очень нравится. То есть вот это вот просто дома жилые, да. И на заднем дворе жилого дома такой канальчик. Растет камыш. И вот задний дворик. Тоже так обычно очень уютные маленькие садики такие или деревца. А застройка, кстати, более современная. Вот, кстати, вот эта крыша. Полно все сделаны из травы. Прям вот сейчас из Африки куда-то приехал. Аналогично абсолютно. Возможно, под ней, конечно, тоже влагостойкость что-то. Но выглядит очень красиво. Причем часть крыши из травы, часть крыши из черепицы. Даже хочется немножко прогуляться туда. По улочке. Забрел небольшой микрорайончик. Он оказался тупиковый. Пошлось вернуться обратно. Что радует, тут интересная архитектура. Вот именно в этом районе все вот такие домики сделаны. Вот именно с крышей из травы. Возможно, что это просто какое-то местное решение. Именно что-то была какая-то общая застройка. Потому что это соседний квартал. Там такого нет. Сочас я, по идее, вроде как нарушаю. Иду по велосипедной дорожке. Но я здесь не увидел никакой другой дорожки для пешеходов. Поэтому представлю себе, что я велосипед. Кстати, интересно, потому что каналы, так как они здесь и искусственные, само собой. Во-первых, это сделано для водоотвода. Потому что большая часть Голландии находится ниже уровня моря. В этом случае каких-то там катаклизмов, прорыв в дамп, голландцы специально готовят большие резервуары. Для того, чтобы вода, прежде всего, уходила туда. Она уже потом достигала построек. Но, в общем, да, эти каналы, они еще служат таким как бы ограждением для въезда машин посторонних на территории этих участков. Причем, естественно, все-таки заходы довольно... Заезда их немного, но пеш-пеших заходов и велосипедов гораздо больше. Через мостики уютная застройка. Такую, скажем, экономность. И в голландцах можно заметить, потому что очень популярны небольшие машины. То есть вот я за все время встречал всего несколько реально таких большого размера джипов, каких-нибудь дорожников. Все равно все машинки вот такие. Сейчас даже меня останавливал. Меня спрашивают, как пройти в спортзал. Как-то странно. Я знал, как его пройти, потому что там была ярмарка. Такое решение. Кормушка. Помимо, кстати, семечек, еще, видимо, какой-то минеральный комплекс. Соль. Что-то такое. Вот такие вот авоськи, висящие на ветку. На заметку. Лепите ли птицы. О, скворечничек тоже не будет. Вот как раз граница каналов. Вот у меня вот этого канала. Я выхожу за территорию. Вот такой вот мостик. На который, естественно, машинами заезжать нельзя. Для этого специально вот такие вот стоят заграждения, чтобы только на велике могли проехать. Очень мне нравится. Тут трава у берега. Вот я так понимаю, уже умение, имение человека побогаче. Даже с гугл-карт видно, что тут за отдельной наградой большой дом, большой сад. И все это вот идет подлежит одному владельцу. Кстати, какое-то очень красивое озеро. Пойду погуляю, что ли. Посмотрю. Вот такой парк. Называется Толенбургер. Не знаю, может, я неправильно произношу, но так или иначе, в общем, да. По буквам читается так. Тут, кстати говоря, парковка. Количество посетителей. Сейчас не в сезон видно по одному запаркованному велосипеду. Тут даже пляжик есть. Как понимаю, летом купаются. Даже не знаю. Тут неподалеку с Хипхова аэропорт, поэтому слышу не верну самолеты. Это еще много ракушек. Посмотрим. Это ресторан, который называется Лонг Айленд. Прямо на берегу написано, что здесь нельзя ловить рыбу и нельзя заниматься кайт-серфингом. Но при этом прыгать с аквалангом можно. В свое время у меня было такое философское размышление, что как бы вот надо путешествовать и получать новые эмоции. Вот сейчас нареза работы, да, я очень долго здесь находился в доме постоянно. Саша, просто вот нужно проехать 20 километров куда-нибудь и все, у тебя другая картинка мира. Абсолютно другое ощущение. Я очень люблю такие большие просторы, когда вот взорку отсмотрит далеко. Ну, конечно, не горы, в горах это еще красивее, но свежее для меня впечатление. Поража из голландцев удивительная, такая, скажем, холодостойкая нация. То есть они не только ходят без шапок в такую довольно ветреную холодную погоду. Сейчас здесь нужно плюс 3 где-нибудь так вот. Вот. Они еще и бегают и на велосипедах так ездят, дети так ходят. Скамеечка такая с видом на озеро. На той стороне здесь детские площадки в доме такой вал. Забоятся, ножки топают. Уже стало чуть больше 4 часов идти. И все здорово, потому что Google прокладывает кстати, пешные маршруты по всяким паркам там. Ну, то есть там, где, в общем-то, либо быстрее срезать, то есть машина там проехать не может. Получается, в принципе, прогулка очень классная. Тоже очень здорово. Не знаю, природную тему насыпали. Вот такой прям северный колорит. Такие чисто карельские или северные камни. Такие кустарнички посадили. И все это вписали в ларшафт городского парка. Тут вот лабиринт из деревьев. А это, так понимаю, спортивная площадка для минималистов. То есть это реально детская площадка, но она состоит из такого металлического полушария. Достаточно забавно. Ну и, кстати, тоже архитектура стульчиков. Мне очень нравится дизайн. Просто обычная нержавейка толстая. Но в этом выглядит стильно и антивандально, что важно. Хотя здесь, наверное, вандали где-то особо некому, но все не менее. Еще один вариант застройки. Тоже, кстати, большой канал слева. И вот такие вот мне нравятся полуархитеатрикам. Такие приятные садики и кухни. Большинство голландцев они вообще держат окна либо открытыми, либо полузакрытыми. То есть тут тоже выедем. Дом никого. Такие уютные дворики. этот район построен, кстати, в 91-м году. Сейчас на одном здании увидим надписи. вот это тоже озерцо. Вот. Много чаек, морских. Потому что побережье тоже недалеко. Такая стела стоит тут. Отсюда отправляются эти автобусы через аэропорт в центр Острадама. Но вообще тут очень очень хорошо развит общественный транспорт. Есть тоже предложения всякие. В 44-22 или как оно правильно называется. Сейчас посмотрю. Которым я никогда не пользуюсь. Так что я пользуюсь либо Uber, либо хожу пешком. Да, 92-92 предложение. Могу посоветовать всем, кто будет в Галантии. Там может быть очень удобно маршруты прокладывать на общественном транспорте для перемещения. Одесский садик сейчас не работает, потому что сегодня воскресенье. Такой уютный. Уже многократно обращаю внимание, что никто не занимается таким лишним убиранием листьев. Так же как стрижкой газонов под корень. С одной стороны немножко создают ощущение, что якобы это все подзапощено. Отчасти может быть и это тоже, но в целом среди черкового криминала в том, что листья не убраны в ту же секунду, не потрачены лишние бюджетные деньги, я считаю, что нет. Потому что все-таки если это парк или даже городская среда какая-то, все равно это естественно, что с дерева падают листья, трава растет, иногда она может залезть на асфальт, ничего, криминала никакого нет. Ранное, чтобы не было нагажено. Вообще в целом это очень даже нормально выглядит. Например, вот так. что мне особо нравится очень много зелени кустарников и причем разных кустарников везде. То есть очень-очень-очень галанцы любят зелень как в своих дворках, так и на улице и все бульвары тоже вот так организованы. Сейчас просто только не все вечно зеленое, как здесь но видно, что кустарников огромное количество за ними ухаживают. Где-то они так полудико растут. Думаю, летом тут вообще красота. Все цветет, все зеленеет. Только что значит долго довольно тупил на этом перекрестке несколько минут, пока не мог найти, как же перейти на ту сторону трассы. Потому что тут канал, тут пешеходный переход раз, пешеходный переход два. И больше я стражу, даже велосипед не могут переехать. И такой стоял, стоял, думал, пойду поищу где-то там до. И потом обнаружил вот этот замечательный подземный проезд, подземный переезд и для велосипедов, и для пешеходов, я так понимаю, к которому я сейчас и пойду. Очень так, ну, если не здесь живешь, не очевидно, не сразу заметно. Вот переход, он прям параллельно каналу идет. Чем дальше иду, тем больше жалею, что на барахолке не купил за 80 евро велосипед. Там продавался. Что может на самом деле так довольно далеко. Все-таки 24 там было километра. Не знаю, дойду ли я до темноты или придется все-таки на такси продолжить путь. Но так или иначе, да, велосипед в Голландии вещь незаменимая. На везде. Дорожки есть везде. Даже на допеших дорожек удобных. Так много, велосипед дорожки будут обязательны. Это вот знак где велосипед вращаются в дорожку для всех смешанного типа. Здесь уже не такой уютный райончик. Более широкие проспекты, каналы тоже более широкие. И оба берега укреплены. Такое вот уютно. Как там рядом. Хотя может быть там где-то внутри жилых кварталах такие же маленькие канальчики. Пожалуй, мой любимый тип строения. Такие отдельно стоящие домики. Очень-очень круто. Причем никаких дебильных этих оград, заборов этого всего. Ну, может быть живая изгородь. там где ближе к центру города уже где больше народа живет там конечно ограды везде. Ну, не везде, но в крайней мере больше. Типичный голландский пейзаж. То есть одновременно видишь велосипеды, гуси, мельницу и канал. И все в одном, в одной картинке. Гуси, привет! Как вас дела? Здорово! Здоровые, упитанные. Видно сразу, что тут они на нормальном пассионе. С голлду явно не страдают. Троцветная киса явно охраняет вход на мельничку, которую, кстати, можно посмотреть. Голландский я, к сожалению, не понимаю, но я так понял, что это эту мельницу можно посмотреть. Это как ферма-музей, что ли. Основан в 1856 году. Очень интересно наш авто. Вообще такой холм. Каналчик свой. В общем, похоже, мостовая не менялась тех самых лет. нравится. Нравится мне живая изгородь из деревьев. Вообще классно. ферма-музей слышу гадар играет за машины все таки голландия родина жесткой электроники впервые услышал кстати здесь может как-нибудь схожу на пазик вспомню молодость умиляет мне конечно домишки вообще безумно красиво эти когда много-много лет ездил по азии не встал это повторять европа выйдет крайне эзотично в то же время я думаю всех кто был в европе а их надо было гораздо больше чем тех кто столько как я ездил по китаю там тайване и так далее не так-то сильно удивляет но мне очень интересно свежие впечатления и некий inspiration вдохновение для каких-то дел мне особо интересный дизайн и скажем так внешний внешний вид как зданий так и какой-то городской среды каких-то садиков вот здесь как очень крутая кирпичная кладка с одной стороны многие кварталы между своей похоже но вот в каждом садике обязательно есть какая-то небольшая индивидуальность видимо что для голландцев тоже повторюсь как-то об этом рассказывал что очень много общего с азиатами вот так выглядит агентство недвижимости сколько стоит что и как это так понимаю что это вот целый дом 825 тысяч евро это вот и так понимаю тоже домик 170 квадратов 725 тысяч евро стоит ну а то что же так очень средняя цена то есть тут по разным бывает сильно дешевле и сильно дороже смотря где мастердаме там недвижимость подороже будет тоже даются участки такой очень типичный дизайн агентство недвижимости кое-что-то немало конечно куда же без тесла везде зарядки очень много электромобилей потому что буквально через полный год или два вводится сильные ограничения на бензиновые машины поэтому электрокаров все больше и больше но и так как на них еще льготы как и во всех странах а собственно экономные голландцы не пронебрегают льготами и покупают электрокар активно больше всего чаще всего вижу электрокары в вольво и тесла вот но и остальные марки тоже есть но вот вольф много такое вольво я еще не видел старая вольво это понимаем 70 если не 60-х годов пас причем судя всему по всему она на ходу хотя мог тут немножко растет все похоже я вышел из города ховдорб уже табличка и туда у нас идет трасса главное потом поворот будет на гагу амстердам амстер в утре а сюда налево вот но я пока буду идти вдоль трассы тут город заканчивается сейчас какие-то поля дорожка такая видно что по ней пешком особо никто не ходит тут даже велосипед я так понимаю никто особо такие расстояния не рассекают все как-то больше локально и цать почему так много велосипедов больше чем жителей голландии потому что многие кто путешествует или ездят на работу в другой город по дороге на поезде и они оставляют велик паркуют когда едут своего дома до станции и потом на следующей станции тоже забирают велосипед как классно пахнет такие заросли бамбука вообще красота ну и вот да все трассы вот мне сейчас прямо тут уже нет никаких как говорится знаков пешеходов то есть я вообще пешеходных переходов в комментариях к этому видео оставьте вообще как вам такой формат я спрашивал каких-то других своих life влоги или как-то правильно называется как ты просто идешь и какую-то рассказывать как чуть-чуть то что ты видишь когда ставил но не знаю насколько это вообще интересно тем кому понравилось вставьте комменты буду благодарен вот туда может быть что такое тоже снимать буду снимать что-то вот такое потому что в ближайшее время у меня довольно увеличится еще моменты силы с путешествий профессиональной оборудованиями не таскать с собой не сюда с руки вот поэтому гопрошка а вот там вот находится аэропорт с хиппал чем переводится это как кладбище кораблей достаточно оригинальное название для места для аэропорта вместо тоже выбор не подходящий ну да ну вот как бы красивый такой канал здесь тоже с травкой как мне нравится и поле я так понимаю что какой-то психоскультур каждый квадратный метр в голландии кстати используется я еще ни разу не видел что тут была какая-то пустырь там без дела что такого не наблюдал достаточно плотно живут они очень маленько мало земли в голландии поэтому все используется с умом если верить google мне участок часать километров 5 по прямой я уже по сути приду в южную часть амстрадама откуда уже будет не так далеко до района пайп где собственно живем такие бескрайние поля здесь так понимаю выращивать сидерей судя по каким-то сгнившим остатком и на тот ферма сама и тут же похоже живет и хозяин ферма заброшенный велосипед какой-то жалый я так очень долго глядывался типа ну то есть тут пешком никто не ходит это как бы дорога такая между городами и особо делать собственно нечего пешком либо проезжает на машине либо на елике что думаю тут велик валяется он такой бескозный может он нечейный может проехать не хочется посягать на потенциально явно нечейную но все-таки собственность потому что он валяется такой дороги по сути весь ржавый видно что кто-то может его где-то утащил прокатился бросил тут похоже лучок выращивать причем кстати вот желающих поесть лучка это понимать их может собрать очень мало лука за бесплатно просто 1000 луковиц остались не удел похоже у чувака сломал свой велик судя по навигатору я прошел уже 10 километров осталось еще 14 сейчас у нас 4 часа вечера не на видимо когда стемнеет на она я прекращу это путешествие потому что особо нечего смотреть будет но вроде зону полей я пересек слева аэропорт вот это вышка аэропорта право там тоже посадочных полос так понимаю вот тут уже тоже зона отчуждения аэропорта судя по колючей проволоки которые в принципе не часто встретишь в голландии но впереди еще примерно столько же полей сколько я прошел только что проезжал машины полиции наверно выгляжу крайне подозрительно потому что вот она зона аэропорта вот она вышка такой чувак с большим рюкзаком значит бородатый идет значит такой вдоль взлетно-посадочной полосы джет европейский прям уже аэропорт по мне туда вперед еще чесать и чесать сейчас прямо здесь проедет самолет кстати очень близко забавно так мост сделал бы прям над каналом и прям над каналом проезжает самолет так это же безопасность службы безопасности аэропорта так меняется сама полиция она курирует вокруг аэропорта камера висит все как надо реальная была естественная экспертиза судя по следам возможно тут кто-то был замочен может быть нет но это не точно райончик такой отдаленный от населенных пунктов не близкий я надеюсь скоро все-таки дойду параллельно тут общаюсь с людьми главное приближаюсь к югу амстердама вот еще одно жилище фермеров такой домик рядом ангары за ним поля огромный который бренды репорта идут вот так прям здесь рядом с столицей практически начинаются уже поля ну в принципе что у нас тоже с охотами едины есть трасса идет на юг амстера самое обидное это все-таки темнеет при подходе к городу уже не факт что я успею при свете что-то там показать но чего еще успею гулять пешком а пресс полюблю гулять пешком особенно особенно в каких-то новых местах вот очень заканчиваются поля начинается какая-никакая жилая застройка понемногу и в общем-то юг амстердама тут интересно мне проложила маршрут вот тут даже велодорожки нет то есть тут просто дорога по которой едет машины не то что пешеходная даже велосипедной дорожки тут не предусмотрено причем на противоположной стороне канала она есть но не очень удобно я же могу переплыть канал чтобы идти по пешеходной дорожке этот вопрос о том что не везде городская среда прям идеальная пока это супер-пупер но надо сказать что это самый-самый пригород даже какое-то количество мусора можно встретить сейчас вот это я поймаю какое-то кольцо трассы которые вообще из амстердама идет сейчас я буду по дне походить надо идет сторону харлема и туда роттердама а я сейчас уже почти может быть в городе ну вот снова есть на что посмотреть такое классное оформление заборчика просто стоят обычные блоки газобетоновые и в них растет такая живая стенка очень живописно обычные тоже домики уже такие тоже типовая застройка какие-то танхаусы очень миленько что мне больше нравится в голландских домиках это вот это вот такая уютность большие окна то есть простор очень-очень живописно и создает такую атмосферу приятный уют и везде цветы все зеленые чем как я и говорил то есть вот закрываться шторами жалюзями то есть в принципе голландцы не очень любят то есть они это делают видимо от безысходности уже таких вот городах супер туристических супер экспорт тех типа амстердам может их то центральных там совсем районах так в принципе чуть-чуть удалишься от центра или какой-то маленький городок и вот такие большие окна все видно все прозрачно никаких занавесок ну здесь вот жалюзи есть но тоже ничего не везде недалеко они есть не всегда не закрыты даже если они есть а там видимо какая-то шлюзовая станция или что-то такое такой почти замок или водоканал даже не знаю что это так это умели все все тут с малого возраста ездят на велосипедах родители часто возят детей в детских креслах причем таких передних и задних там любых ящиков там она и никто не ездит как правило никого не вижу шлемах дело шлемах то есть есть в целом не смотрим то что движение сказать что медленно это все довольно быстро ездить на велосипедах часто может даже как несутся быть не сбитым в центре австрадама это все таки аккуратно ходить и соблюдать правила движения такой же очень приятный район несмотря на мою усталость у меня уже прошел 13 км у меня еще рюкзачок такой килограмм наверное 9 с зятым марахлом уже идти очень даже приятно и уютно вообще ческать не похоже на астрадам даже тут у кого-то козы пасутся ферма прям такой вот козий загон козочки мои живо заинтересовались класс грозут какие-то ветки очень это мило все вообще кстати когда гуляешь так по кем-то городам не бедного запада представляю себе вот наших первых эмигрантов из ссср которые туда приехали например где-нибудь там он глухого города или деревни даже далеко не в москве скажем так и было это скажем так начало 90-х годов ну или там среди на на контраст конечно ощущался просто лютый и в плане инфраструктуры и плане еще всего то есть было ощущение что ты приехал там просвещенный запад там цивилизация что-то такое там абсолютно очень сильно отличающийся от того что имеем мы но на самом деле сейчас так смотрю я и по инфраструктуре да и по многим другим параметрам в целом я бы не сказал что у нас как-то вот радикально хуже то есть у нас может быть я очень не люблю эту тему сразу даже помню кому-то из друзей недавно вот она сейчас снимать какие-то блоги я говорю суши но не сравнивает их россию с чем-либо зачем потому что есть скажем так какие-то наши особенности есть какие-то местные особенности нас демократии наши как таковой еще и годиков то не так много хотя бы уже достаточно чтобы что-то поменялось к лучшему хочется надеюсь что тоже конечно будет что меняться но в москве пока не верить на городах уже очень много городской какой-то инфраструктуры очищение города что город красивый чистый много удобных пространств для жителей и так далее ночью осталось некоторые изменения провести в головах и тогда будет еще лучше ко мне так понимаю вот на тот мосток еще и подняться я уже прочесал 14 километров осталось еще 9 а это кстати одна из немногих многоэтажек впервые вижу 12 этажей здания чем рядом вот такие вот типичные тоже трехэтажные домишки вдоль канала с двориками каналу снова и вот такая одна налога стоит 12-этажка желая и там дальше смотрю еще несколько есть то что песня квартала но при этом сказать что стоите на 1 они такие сплошными рядами как это у нас бывает куда прям как-то не уютненько ну вот такой вот тут черта нова не знаю что это прикольный очень дом он идет таким полукругом вдоль канала канал тоже загибается соответственно мне вообще вот туда вот уже сейчас я буду проходить какое-то что-то похожее на сити не знаю как это назвать вот такая забавная архитектура видно еще либо сейчас темнеет но мне еще осталось чапать 8 меньше 8 километров такой некий абсолютно дебильный челлендж получился потому что ну какой ты все мог таким успехом доехать за 15 до 25 минут на обе но я решил пройти пешком причем я практически не останавливался ничего не ел ничего не бил сейчас на ничуть как зайду тут и приду уже детский садик все уже стемнело практически мне еще 7 километров осталось дойти тут тоже таким многоэтажка мы как многоэтажки это здание 6 этажей 9 этажка чудо нас абсолютно не выглядит как 9 этажка за счет того что верхние этажи они там не по всей площади здания только часть судя по жителям турецкий квартал турецкий ресторан в этом ресторане чисто только турки на этом меню тоже турецкая может просто приезжают но возможно только с этой очень много вообще в Голландии да и в Германии в принципе тоже стали очень популярна эта тема детские садики и в одном и том же здании видим потому что именно здесь как раз и собственно рождаемость среди эмигрантов выше борюсь с ленью осталось найти 5 километров вот и на немножко сидел отдохнув на 10 и тут уже да такие продолжаются принципе запад амстердама достаточно скучно скучно тут поэтому даже не столько столько мере не те сколько мне скучно идти то же такие эмигрантские кварталы застройка соответствующие ничего особо интересного у меня такое сегодня было погружение в ту Голландию которая но абсолютно максимально не туристическая и достаточно безинтересно я бы даже так не побоялся этого слова за исключением некоторых прыгардов делать эти домишки симпатичные а тут в основном всякая вот такая вот ерунда пришел на свет до топы на я заложенную программу и на этом у нас будет сегодня ну все посмотрим может чем еще интересную вижу ну кстати то что кварталы эмигрантские видно по всяким вот этим граффити срачу вокруг понятно что срач уберут граффити может даже закрасить но все равно пусть кстати на меня не обижаются возможные эмигранты которые смотрят это видео и все друг таковые окажутся я ничего против никого не имею просто как бы но сравниваешь к сожалению приходится сравнивать районы одни районы другие но это все понятно ниже достаток другая культура скажем так толерантно голландский отсюда и выводов и кстати вот это то самое место где выдают карточки вида на жительство на голландии забавно загорел объем гранта как раз увидел это место велик там валяется почти в канале ну все осталось найти меньше двух километров 25 минут уже не так бодро но 23 с чем-то 24 километра тем не менее я протопал тут уже начался город который мне нравится к сожалению темно все закрыто работает но в такое время в общем то тут нечего делать такой классный стрит-арт понимаю ненужный фарфор и камушки керамическая плитка в общем очень здорово и очень красиво люблю вот какие-то такие объекты которые делают город индивидуальным необычным чем больше жизни тем лучше